Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Предлагаю вместе полистать пятый каталог Фаберлик, обсудить акции и новинки, план покупок. Также оставлю свои отзывы на некоторые товары. Давайте начинать! С первых страниц у нас полный разбор серии «Новый океан», которая в прошлом каталоге у нас стартовала. Что могу сказать, девчонки, про эту серию? У меня вот такой пробуждающий крем. Я хочу сказать, что это дороговато. Дороговато, хотя крем вот он неплохой, да, он достаточно легкий. Он не такой вот нежирный, непитательный. Напоминает мне очень по консистенции ночную маску для лица от «Викенд». Прям вот и по действию тоже очень напоминает. Если я наносила его на ночь, то с утра кожа свеженькая такая, знаете, отдохнувшая. Ну, нормальная. На дневной основе, ну, как бы тоже неплохо под макияж. То есть он кожу не жирнит, подойдет и для комбинированной кожи. Не знаю, как насчет сухой девчонки, потому что он действительно очень легкий. Но я уверена, что он любой коже подойдет. Разглаживает немножко рельеф как бы лица, да. Кожа такая нематовая, но и нежирная. То есть вот больше даже к матовому эффекту я бы отнесла. Он быстро достаточно впитывается и не оставляет на лице нелипкой пленки, ничего. И тон выравнивается. Ну, в общем, такой неплохой кремушек, очень похож. Прям сильно подействую на маску ночной от «Викенд». У меня нет таких видимых морщин, да. Если вот они у меня были, я бы вам сказала, там, да, он разглаживает морщины. Я вот уже две недели им пользуюсь, да, получается. Даже, наверное, побольше. На ежедневной основе, чтобы составить такой вот полноценный отзыв. Ну, и чудес никаких на моем лице не произошло. Но у меня нет видимых проблем. Если он, конечно, разглаживает морщины, тем, у кого они есть, то тогда супер, все, замедляет старение клеток. Но он не будет, конечно, разглаживать, потому что эта серия заявлена как замедляющее старение клеток. Время вспять этот крем не повернет. Не знаю, как это работает и насколько это правда, но мне кажется, все равно это дороговато. Девчонки, это дороговато. Я бы такой крем взяла бы вот рублей за 300, за 400, но за 1000 я не буду его больше брать. Протестировала и ладно. Здесь у нас очень интересная новинка, новая технология для красоты и здоровья кожи. Это маски. Маски светодиодные, подробно расписано, для чего каждый цвет нужен. Наносим сыворотки, крема и так вместе с этой масочкой гораздо эффективнее они будут работать. Я вот буквально несколько дней назад смотрела на просторах YouTube и видеообзор одного блогера. И там вот такую же масочку она заказывала с Алиэкспресс в районе 1000 рублей. Поэтому я, конечно же, за 3 ее брать не буду. Это очень дорого. Скидка пусть выйдет даже, она выйдет за 2500. Да, это дорого. На Алиэкспресс подобные маски, мне кажется, от 800 рублей. И выше есть, поэтому цену загнули. Тем более эффективность сомнительная. Не знаю, кем она доказана. Так что я прохожу, девчонки, мимо этой новинки. В пятом каталоге у нас будут вот такие купончики выдаваться на парфюмерно-косметическую продукцию и косметику для дома в шестом каталоге. Там мы сможем их потратить. За каждую 1000 рублей нам будут давать один купон со скидкой 50%. Я никогда не видела смысла в этих купонах, потому что со скидкой 50% я могу спокойно взять средства и в каталоге. Поэтому на них внимание не обращаю. Я редко ими, крайне редко пользуюсь. А вот эти новинки очень хочется потестить. Я обязательно возьму всю систему трехшаговую. Это у нас карбокситерапия. Углекислый газ, который необходим коже, так же как кислород. И что же у нас эти средства будут делать? Мегапулярная процедура салонов красоты у себя дома. Здесь у нас первый шаг – это увлажняющий бальзам. Второй шаг – гель-активатор углекислого газа, СО2. И третий шаг – это кислородная маска. То есть у нас сначала активируется углекислый газ на кожу, а потом мы наносим кислородную маску. Интересно. Программа из двух средств. Это у нас шаг третий. Получается и шаг второй будет стоить 800 рублей. Но это вся программа. Потому что за 699 рублей нам предлагают два шага. Мы даже не можем взять первый шаг без второго. Видите? У нас два шага вместе. И кот у них один. И третий шаг отдельно. Так что за 800 рублей в принципе интересно. Я возьму обязательно попробую. Поделюсь с вами отзывами. Линейка варю. Снова у нас любой крем и крем для век. Теперь уже они эликсир в наборчике по 699 рублей. Варю классная линейка. Действительно. Вот она мне прям как-то понравилась. Это что-то новое, что-то интересное. То, что я еще раньше Фаберлик не пробовала. Поэтому советую. Советую сыворотку брать вторую. Она самая классная из тех, что я пробовала. Сияние вот стоит. У меня и рука к ней вообще не тянется. Но это же хорошее для сухой кожи. Раква лифтинг мне понравилось больше всего. Вы знаете, как-то тонус сразу коже придается. И такое ощущение, что правда лицо немножко подтягивается. Хорошая сыворотка под номером 2. Биомику я всегда прохожу стороной. Нет больше желания экспериментировать на своей коже. А вот линейка у нас Weekend. Все средства, которые только в ней есть, представлены на этой страничке. Я пробовала, по-моему, все, девчонки. Эмульсия стоит к ней тоже рука не тянется. Потому что она с первого раза плохо смывает макияж. А со второго, да, хорошо. Она на лице превращается в тоник. А так она совсем белесая, такого как молочко жиденькое. Она комфортная очень в коже, приятная, суперская. Не тянется, рукачастная. Я люблю более агрессивный уход, но средство хорошее. Ни в коем случае не хочу его критиковать. Сыворотка была классная. Крем вокруг век стоит. Сейчас использую. Гель был, крем был. И вот эта ночная маска. Можно подождать хорошие скидочки на нее тоже бывают. И взять ее, и она будет ничем не хуже, чем новая линейка океаном. Она вообще мне понравилась больше всего из этой линейки. Она действительно крутая. Кожа с утра отдохнувшая. И свеженькая. У кого жирная кожа, девчонки, комбинированная, присмотритесь к наборчику за 359 рублей кислородный баланс. Дневной крем прекрасно матирует. У меня он стоит на весну, на теплое время года. Супер. У кого сильно сухая вот эта вот средство, меня в одно время спасли от шелушения. Наверное, когда я только начинала в Фаберлик. Хочу взять массажер для лица. Не знаю, может быть и возьму. Потому что слышала, девчонок у многих, они прям хвалят его. Хвалят, говорят, что результат есть. Очень интересно. У меня есть вот такой массажер. Не советую брать его Фаберлик в нашем магазине, они по 300 рублей. А здесь 1000. А вот этот он, в принципе, практически так же стоит на Алиэкспресс. Поэтому почему бы нет? Хотя можно и подешевле найти. Еще одна новинка – увлажнитель для лица. Наноспрей. У меня есть подобный увлажнитель из фикс-прайса. Рублей за 77 я и брала. И за 700 рублей – это вообще, конечно, трэш. Это просто трэш, девчонки. Он, скорее всего, тоже у нас работает от батарей. А, нет, здесь в комплекте USB кабель от USB-шника. У меня есть такой спрей за 77 рублей из фикс-прайса. Я не буду покупать эту новинку. И вам не советую. Очень дорого. Абсолютно такой же, только он беленький у меня. И то же самое. Также в лицо дует. Наливайте сюда дистиллированную водичку и, пожалуйста. В линейке Гардерика будет классная скидочка на драгоценную маску красоты. Я давно хотела ее попробовать. Подумаю, буду брать или нет. Сейчас много масок в использовании. У меня недавно закончилось вот это ночное обертывание. Неплохое средство очень. Мне понравилось. Тоже текстура не тяжелая. Я его и на декольте, и на лицо. Чтобы, ну, по достоинству тоже оценить эффект и понять, вообще, надо оно мне или нет. Приятная линейка Гардерика. Не сильно питательная, такая легенькая. Пилинги АБЦ уже шаг БЦ будут со скидочкой, да. Но сейчас уже, девчонки, не рекомендую брать пилинги. Возьмите лучше скатку, потому что солнышко уже вовсю пробивается сквозь тучки облака. И могут появиться пигментные пятна зимой. Зимой, следующей зимой вернемся к пилингам. Глубокой осенью, а сейчас не надо. Сыворотка для роста бровей и ресниц будет любая за 299. Девчонки, это крутой, продуктный крутейший. У меня вот эта вот сыворотка для роста ресниц есть. На конце здесь такой вот спонжик беленький. Я сейчас активно ее добиваю. Но какое-то время у меня лежала в загашнике. Забыла я при ней, ее сейчас достала и ежедневно использую на вечерней основе. Прокрашиваю вот этим спонжиком и бровки, и прокрашиваю и ресницы, и прикорневую как бы зону, да, откуда они вырастают. Мне кажется, это важно. И вы знаете, у меня всегда, когда я начинаю пользоваться, где-то через неделю начинают лезть ресницы и брови в том месте, где, в принципе, до этого даже не росли, да. То есть вот в уголке внутреннем глаза, да, вот тут вот, да, они прям хорошо так начинают расти и отрастать. Так интересно, за счет чего она работает. Но через неделю вы уже увидите эффект реально. Главное, не забывать ей пользоваться. Вот про какую скаточку я говорила вам, девчонки, по-моему, в прошлом каталоге она была у нас по акции. Вот эта скачка крутая, мне прям она не очень нравится. Она вроде и как пилинг, и как скаточка, но более деликатно. Здесь нет таких кислот, как в системе АБЦ, где там, да, жжет лицо даже от кислот. Вот, поэтому, мне кажется, на весной это скачка хорошо, но все равно на дневной основе желательно применять средства с СПФ. Маски тканевой не зашли мне. Я вообще не видела на них ни одного положительного отзыва, девчонки. У меня была с витамином С и, по-моему, коллаген. Бесполезнейшие маски за такие деньги, такая дребедень, вот ей-богу, девчонки. У меня лежала я с этой маской, где с кладочками, то есть вы ее идеально ровно все равно не разгладите. Все равно она где-то ее нужно будет сложить, чтобы она плотнее прилегала к лицу. И в этих местах у меня на лице оставались, знаете, такие замятины, то есть кожа вот сжуривалась, что ли. Помимо этого она вообще плохо выглядела после маски. Тон неровный, какие-то как будто местами раздражения. Что на одну, что и на вторую. Никакой разницы. Я вообще не поняла, мне не нравится. Обычно после тканевых масок, когда их делаешь, это какой-то экспресс, должен быть уход. То есть, когда нужно, ты собираешься, куда-то тебе нужно хорошо выглядеть, свеженько и так далее. Здесь наоборот. Я была дико удивлена, я ожидала, конечно, большего. Так что я брать не буду и никому не советую, если честно. Акция на вербену. Любые два продукта по 99 рублей каждый. Девчонки, я не пробовала ни молочко, ни тоник, ни гель. Но мне безумно нравится вот эта мицеллярка. Я всем рекомендую ее попробовать. Она не раздражает, не щиплет глаза абсолютно. Я пробовала специально, она мочила ватный диск, прям так обильно, обильно, чтобы понять, щиплет она глаза или нет. Нет, она вообще не щиплет, хотя у нее запах лимонника, освежающий. Такое кажется, что сейчас ты лимоном снимешь макияж с глаз и будет просто ужас какой-то. Нет. Вот насколько у нее резкий запах, настолько она и деликатна, и очень хорошо смывает даже водостойкий макияж. Обожаю ее, советую девчонке присмотреться. Видела еще будет мой любимый крем. Бальзам для ног, точнее гладкие пяточки. И снова по акции у меня один остался в загашнике, а я уход уже не представляю без него. Я сейчас хоть у меня кутикула не так сохнет, я использую этот крем как и крем для рук на повседневной основе и на ночь, днем и так далее. Он будет по 99 рублей, если мы возьмем два любых продукта, я возьму обязательно два вот этих крема себе еще в запас, пока есть акция. Тушь Miss Curl, точнее, ну, была, которая у нас в Эри Бэри, да, в старом исполнении, будет за 199 рублей при покупке на каталог на сумму от 500. Это классная цена для этой туши, тушь великолепная. Она у меня на втором месте сейчас идет после туши Glam Team, потому что Glam Team прямо там реснички вау, как нарощенные, там в составе есть гель, который очень круто удлиняет. Здесь тоже она хорошо справляется с своей функцией, очень здорово подкручивает, видите, какая здесь кисточка вообще, ну, очень здорово. И удлиняет, и разделяет, и никаких не будет паучьих лапок, она тоже крутая. Кисть у нее великолепна. А вот это вот моя любимая тушь, и хоть на нее не будет никакой акции и скидки, я буду ее брать, потому что своей нынешней пользуюсь уже два месяца, и пора обновлять. Мне на два месяца хватает этой туши, потом я обновляю. Хотя там еще есть, как бы можно и краситься, и краситься, можно разбавить мицеллярочки и так далее, но не хочу. Мне нравится, когда она новая, мне нравится то, как она прокрашивает. Я беру уже третью, девчонки, по счету, и вообще даже в сторону других туши смотреть не хочу, если честно. Мне делают комплименты. Вы мне пишите очень часто, что за тушь, что за тушь, ресницы великолепны и так далее. Вот, вот мой фаворит. Здесь действительно есть какой-то гель, который очень круто удлиняет наши с вами реснички. Хорошая акция будет на матовую помаду первой леди, 50% скидка. Мне нравится эта помада, но она немножко сушит губы. Я вот сейчас пользуюсь матовой помадой, матовый металлик от Эйвен, та вообще не сушит губы. То есть от слова вообще, я про бальзам, про масла забыла. С этой помадой мне все-таки приходилось за губами какой-то дополнительный уход осуществлять, изграбирование, питание, потому что они прям сильно сохли и начинали шелушиться. А в целом покрытие, стойкость, оттенки, мне все очень нравится. Особенно, сейчас скажу вам, девчонки, вы могли видеть у меня на губах оттеночек. Так, ну у меня есть идеальный бежевый вот этот, он немножко, кстати, в оранжевый цвет, обратите внимание. И вот этот, утонченный лиловый, вот он классный, тоже он очень классный, он действительно в лиловый и очень красиво смотрится. Много акций на помадки и новинка у нас здесь будет, стойкая губная помада Stay On, суперстойкая формула, матовый финиш, ну я не знаю, матовый финиш, прямо даже интересно. Я видела обзоры девчонки на эту помаду и что-то как-то вот не очень хорошо девчонки отзывались о ней. Мне кажется, если брать, то вот первая леди, вот эти в золотых футлярчиках, вот эти помады в черных футлярчиках за 100 с чем-то рублей, да, и которые, ну, цена привлекает, я даже не рассматриваю. Ну, во-первых, они нестойкие, да, вот опять тоже акции на все помады в черных футлярах. Во-вторых, ну как-то я больше матовые люблю, не знаю, я их не покупаю, никакого желания нет. Хорошая акция будет за 179 рублей, мои любимые тенюшки «Галактическое путешествие». Рекомендую вот этот оттеночек скорость света, он может выступать нос как хайлайтером, здорово прокрашивать подвижное веко или над стрелочкой делать акцент, да, посерединке. Вот я люблю так делать, тогда взгляд сразу становится мерцающий. Под бровкой проводить тоже ими, и в целом они вообще классные. Мерцание Венера у меня тоже есть и гравитация, вот эти три оттенка прям я считаю наиболее удачными. Они засыхают, они никуда с ваших глаз не деваются, не скатываются, не осыпаются, великолепные тени с очень хорошей стойкостью. Оттеночные бальзамы для губы будут по 59 рублей, у меня есть все эти три оттенка, стоят, рука к ним не тянется. Если честно, потому что они мне подсушивают губы по факту. Что бальзамы не оттеночные, вот эти, что оттеночные, они мне подсушивают губы, поэтому я их брать больше не хочу. В каталоге ароматы Викинг у нас снова, и можно теперь почувствовать со страничек аромат парфюма. Мне не очень нравится ни мужской, ни женский, поэтому я на этом внимание акцентировать не буду, если у вас есть каталог, да, вы сами понюхайте, посмотрите, ощутите. Вот такие малышки, у нас будут по 269 рублей, если купим три, и по 369, если купим два. Мне кажется, они по 280 где-то обычно бывают по акции, по одному, поэтому мне кажется, это вообще невыгодно. У нас здесь каори, променад и восьмые элементы три, а здесь инкогнито, цельсиус, донофилич, инкогнито еще одно, и офиерикс на цель. Поэтому, если среди них есть ваши любимые ароматы, почему бы не взять? Классная цена на один из самых любимых моих ароматов Фоберлик. Вы знаете, кто меня давно смотрит, что я не очень дружу с этими ароматами, со всеми Фоберликовскими. Ну, не нравятся они мне, не стойкие, не шлейфовые, а вот тот, который запомнился, который я прям за месяца два, наверное, использовала до конца, а это вообще редкость, это вот офиерик Мансуэля. Он будет как раз у нас 539 рублей, крайне выгодная цена. Здесь есть нотки шоколада, есть нотки ванили, но легенькие, то есть не раздражающие. Я вообще ваниль не люблю в парфюме, но мне так зашел вот этот аромат, я прям вообще была в восторге. И он классный, он действительно классный, он не оставляет равнодушным практически никого. Поэтому, кто не дружит с парфюмами Фоберлик, прям вот присмотритесь, присмотритесь, возьмите пробничек на всякий случай. Фрутистори классная водичка, кстати, у меня девочка в свое время всегда ее часто заказывала, прям вот очень приятная. Она совсем не стойкая, здесь, по-моему, у нас 30 миллилитров, они малышки, да, но она классная, такая интересная. Буду брать гель для душа Ботаника по 89 рублей, потому что никогда не брала, девчонки, все время брала какие-то парфюмерные, да, или в другой компании. Именно Ботаника я обязательно куплю, у меня дойдут руки, обязательно возьму каких-нибудь парочку на затест, посмотрим, стоят ли они того. Потому что средства для волос Ботаника, пока какие я пробовала, мне очень понравились, просто безумно. Средства гигиены, естественно, буду брать, давно я вам про них не рассказывала. У меня раньше живот частенько болел во время критических дней, а сейчас вот даже солнышко на этих нотах вылезло, да, нам каталог осветило. А когда я пользуюсь средствами от Фоберлик, боль уходит, боль уходит, исходит постепенно на нет. Там формалин, по-моему, анионовый чип, что-то в этом роде, и в общем, я не знаю как, но на мне это работает, девчонки. Поэтому, кто не пробовал, очень советую. Со скидкой они выходят нормально, как и обычные средства гигиены, да, в магазинах, в аптеках. Когда добью все свои средства для волос, наверное, в следующем каталоге в этом не буду, девчонки, буду брать вот эту себе линейку обратно, потому что, ну, очень люблю. Мне так нравилось состояние волос после этого шампуня, умной кератин и бальзама. Ну, просто вот, ну, они так круто лежат, они так круто себя ведут. Очень нравилось. Вот я ни с чем даже не могу сравнить. Сейчас у меня, правда, и Манси линейка, там еще все гораздо круче, но она не бюджетная. А здесь, как бы, ну, такие довольно бюджетные средства, да, со скидкой получится. Ну, пусть по 250 рублей. Это нормальная цена для шампуня, но волосы мои были жутко довольны. Я хочу вернуться к этой линейке опять. Краску брать не буду, потому что купила в магазин, девчонки, завтра буду краситься, увидите тогда по факту, что получится. Все вам расскажу в последующих видео. Вот эти жидкие кристаллы, они у нас называются эликсир, эликсир с Амлой, советую. У меня сейчас стоит, добиваем с дочерью вместе. Я сейчас, в принципе, не смывашками не пользуюсь практически, но вот ей для облегчения расчесывания очень длинные волосы использую. И из тех средств, что есть в Фаберлик, не смывашки, я имею в виду, вот это мне зашло больше всего. Все остальные средства, даже из линейки Салон Киа, да, там, мне пушили волосы сильно. Будет шампунь-скраб у нас за 199 рублей. И шампунь для глубокого очищения головы детокс тоже 199 рублей. Если выбирать, девчонки, я бы взяла вот детокс. Тоже классно очищает кожу головы и волосы. Шампунь-скраб такие тоже нужны, как бы, средства в обиходе, в домашнем, чтобы очищать кожу головы от силиконов-парабенов, и чтобы наши волосики росли лучше, чтобы не выпадали, да, потому что кожа головы тоже нуждается в очищении. Если вы этого не делаете, я вам очень советую хотя бы раз в 10 дней процедуру скрабирования кожи головы, да. Но здесь такие крупные частички гулял, у меня потом вся ванна в нем. У меня сейчас из Фикс Прайса скраб для головы, он такой мелкий, деликатный, я пока вот им пользуюсь. А шампунь-детокс бы взяла, тоже раз в 10 дней его использовала, чтобы смыть волосико всякие силикончики. Средства для волос для стайлинга, серию Стайлинг, да, Федерик, я не люблю, она по мне слабая, и на мне она не работает. Снова ботаника шампуни в объеме 400 миллилитров будут, и здесь у нас два в одном укрепление и блеск, и восстановление защита. Мне очень нравится шампунь для вот этот, по-моему, объема густота, для жирной кожи головы, да, она у меня жирная, вот он подходит идеально. Кто говорил, девчонки, что вам ботаник утяжеляет волосы, значит, вы неправильно подобрали шампунь, вот этот вам нужен. А бальзам, если кончики сухие, берем уже питательный, берем и напитываем свои кончики, ни в коем случае не наносим бальзам на корни. А то потом вот жалуетесь, что не подходит средство, а просто вот, оказывается, мы не умеем его правильно применять. Снова будут зубные пасты за 69 рублей, мы опять какую-нибудь возьмем в запас, у нас всегда одна-две стоит. Мы любим эти пасты, хорошо очищает эмаль, приятные вкусы у всех четырех, почему бы нет. Хорошая скидка на шампунь-бальзам 2 в 1, но мы пока затарились в другой компании этими средствами, поэтому прохожу мимо. А так нравится, кошка-малина вызывала аллергию, имейте в виду, там ядреный краситель. У кого детки-аллергики, эту линейку я вам не посоветую. Вот у нас новинки будут шоколадные батончики. Протеиновые, глазированные, они очень вкусные уже, девочки говорили, я не пробовала, хотя тоже у нас на полке выдача не есть, можно было взять, попробовать. Ну уж думаю, закажу в заказ и вам покажу, поделюсь. Ну просто дорого, девчонки, я беру протеиновые батончики в пятерочке сном по акции по 17 рублей, да, там акция бывает купи 3 и за 17 рублей. То есть я за 100 рублей могла бы взять 5 батончиков, а здесь как-то дороговато, да, ну пусть со скидкой он будет рублей там 80 с чем-то, это дороговато для одного батончика весом 35 грамм. Но я обязательно возьму на затест, наверное, кокосовый, может быть, и еще какой-нибудь, посмотрим. В новом дизайне у нас и кондиционеры. Мне так нравится новый дизайн, девчонки, вот правда, очень. Я буду брать кондиционер обязательно, 159 рублей он будет стоить в этом каталоге, один какой-нибудь, потому что все у меня покончались. Девчонки спрашивали у меня в комментариях буквально сегодня, чем отличаются сухие порошки Фиберлик и настолько ли эффективны гели. Я что могу сказать, девчонки, гели отстирывают хуже, что касается обычной стирки, спортивной одежды, колготочек, белых носочков, каких-то пятен. Вот эти гели имеют смысл при стирке деликатных тканей, при стирке мембранных комбинезонов и так далее. Вот я бы посоветовала именно с этой целью, это мой опыт. А порошки сухие наши стиральные, они именно для хорошего результата отстирывания хлопковых вещей, для обычной повседневной стирки. Не деликатной, а обычной. Они очень хорошо отстирывают. Я вернулась снова к порошкам Фиберлик, мне многие пишут, как же вы их хаяли, так и теперь ими пользуетесь. Девчонки, это новая версия, здесь совершенно в корне другой состав, гораздо больше в составе перекиси и соды. Они лучше отстирывают. Я взяла на затест, две недели им постирала и поняла, что я довольна. В связи с этим на моем канале, да, и появилось видео, где мы тестируем этот порошок и так далее. Если не видели, прикреплюсь в инфобоксе ссылочку и подсказочку в конце видео. У нас сухие порошки будут по 279 рублей, если возьмем два. Я пока брать не буду, потому что я только в том каталоге взяла, и у меня еще половина пачки точно есть, он экономичный. Мне обычно такой пачки на два каталога хватает, поэтому порошок я возьму, девчонки, в следующем. Пятного водителя, кстати, с отбеливателем тоже в новом дизайне, красивым таком, не знаю, мне почему-то он больше прям вот нравится, больше зашел. Снова тазики появились. Средства для мытья посуды буду брать. У меня уже кончилось, здесь у нас будет малинка, яблоко и лимончик. Не знаю, подумаю, какой малинка мне очень нравится, наверное, его возьму, но оно жиденькое, ну, было у меня уже оно. Оно приходит практически всегда жидкое, хотя от партии тоже зависит. Водный спресс-визжитель, все покончались, буду брать антитабак, вот он он, по-моему, да? Он самый классный из тех, что представлены здесь, а может быть возьму и два, и один обычно ставлю в ванной, один в зале. Мыло тоже кончилось, тоже буду брать, девчонки, с кофе я люблю, его, может быть, и возьму. Средства для духовок и плит возьму попозже, когда добью наш новый крем, желтенький такой, да? Где он? Его почему-то нету, я не вижу, он без скидки, вот он за 229 рублей. Мне не очень понравился, нет, он хорошо чистит, но не так, как средства для духовок и плит. Оно прям, ну, вообще на вал и на ура. Из одежды, девчонки, буду брать водолазку, сейчас до нее долистаем, покажу, какую. У меня женщина на работе попросила, говорит, нет у тебя водолазка, я показала, она сказала, да, вот это вот, что очень хочет вот такую водолазку. Я вам уже ее показывала в обзоре одежды, если одежды, если кто не видел, тоже прикреплю ссылочку, посмотрите, водолазочку, это мы хорошо прям со всех сторон рассмотрели. Мне она тоже, кстати, понравилась, она вот большемерит как раз водолазку, надо брать на размер меньше однозначно. Так, и вот у нас опять новиночки, прям Фаберли, каждый каталог нас радует новинками одежды. Здесь у нас уже горох, горох, прям горох конкретно. Вот так выглядит новая коллекция, мне, девчонки, ни на что глаз не упал, вообще ни на что из этой коллекции. Помимо гороха, фасон, вот фасон, у меня всегда предъявы были к фасону одежды Фаберлик. По мне он веет безвкусицы, редко какая вещь, удачно скройно, удачно по фасону. Вот, поэтому, ну ни на что вообще, девчонки, взгляд не упал, ничего я не хочу отсюда. А так горошек, конечно, это здорово, красиво, актуальненько, но, не знаю. Вот это платится, кстати, у меня точно-точно такой же есть ивановский трикотаж, я заказывала в Васильке, по-моему, за 600 рублей. Сколько оно у нас тут стоит? Девчонки. Платится вот, а здесь у нас 1700, она прям один в один, у меня такой же, только лавандового цвета есть. Вот это расцветочка еще более-менее, вот это вот. И платьишко, вот это тоже смотрится красиво, но цены, 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 да. Вот это расцветка мне вообще не нравится. Детская коллекция, миленькая, но цены как на взрослую, тоже я как бы этого не понимаю. В конце, в этот раз нам решили показать, что есть в нашем Фоберлик-клубе, да, некоторые части, некоторые товары, и показать, что сколько стоит баллов, чтобы мы об этом знали и имели в виду. И как теперь нам получить эти бонусы? То есть мы должны быть зарегистрированы в Фоберлик. Если, кстати, вы еще не зарегистрированы, а давно хотели, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, я буду вам помогать. Для новых представителей у нас будет приз Supergirl, вот эта водичка в следующем каталоге. Кто зарегистрируется, получит именно ее. Ну вот, собственно, и все, мои хорошие. Вот такой обзор каталога. Надеюсь, что я была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всегда с удовольствием на них отвечаю. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.